Анна Ерофеева Мы шли в смотровую, заполняли все эти анкеты, нам замеряли температуру, потом у нас брали анализы и потом только нас заселили в номер. Две ближайшие недели Ерофеевы проведут в Кенель-Черкасском санатории «Колос». Смотри, как все серьёзные ходили. Да, ворот закрыли. Здесь два типа номеров на три человека и на пять. Выходить в общий коридор и контактировать с другими туристами запрещено. Не все прибывшие из тёплых стран добровольно согласились на двухнедельный карантин в обсерваторе. Один путешественник решил самоизолироваться дома. Мужчина аргументировал это тем, что ему нужно заботиться о питомцах. Роспотребнадзор через суд настоял на изоляции туриста именно в обсерваторе. За последние дни в России совершили посадку ещё два самолёта с самарцами на борту. 22 и 23 апреля туристы прибыли из Индии. Вернуться на родину можно и чартерами, если кошелёк позволяет. Первый рейс в Самару из Бостона должен был состояться в середине апреля. Перелёт стоит 100 тысяч евро. Эта сумма на 12-16 пассажиров, но желающих выложить столь круглую сумму не нашлось. И чартер отменился. На земле стоят практически 90% всех самолётов. Количество вылетов сократилось в 10 раз. Это, безусловно, влияет на цены. Это, безусловно, влияет на желание авиакомпаний делать определённые перелёты по определённым направлениям. Сейчас, безусловно, становится рынок авиационных компаний, тех смелых авиакомпаний, которые научились бороться с ситуациями ковида и научились проходить досмотры, получать разрешения, проводить санобработку. Эвакуационная авиация – это убыточный бизнес, говорят предприниматели. Для того, чтобы оправдать расходы, необходимо набрать полный борт туристов. А в нынешних условиях немногие идут на риск лететь в небольшом салоне, где сложно соблюдать дистанцию. Сейчас переговоры ведутся с туристами, кратающими будни на Мальдивских и Сейшельских островах. По возвращении на родину их также ждёт двухнедельная изоляция. Мария Левина, События.